Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня, как всегда, в это время мы говорим о текущих ситуациях на финансовых рынках. Предположили, что российский рынок акций волнует американский бюджет, я отдаюсь, что и не только российский рынок, всех сейчас волнует американский бюджет, и помимо всего прочего есть огромное, у меня, по крайней мере, Леша тоже обещал список свой предложить, огромное количество всяких вещей, которые волнуют сейчас финансовый рынок. Так вот, об этом мы и поговорим в ближайший час, и прежде всего, я представлю своих гостей. Сегодня в студии Евгений Шаго, глава аналитического департамента, управляющий компанией Инго Страх Инвестиций. Добрый вечер, Жей. Добрый вечер. И Алексей Рыбаков, управляющий активной инвестиционной компанией Трейд Портал. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, для вас напоминание. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495. Это возможность позвонить и задать свой вопрос моим гостям. Также есть сайт компании финам.ф. Это возможность написать этот самый вопрос. И начиная нашу программу, в это время, 18.05 в Москве, мы с вами рисуем картину маслом, что происходит сейчас в моменте, как торгуются основные наборы мировых индикаторов. Ну что ж, начнем с отечественного рынка. Индекс РТС прибавляет чуть меньше процента, 9 десятых и 1565 текущая котировка. ММВБ полпроцента, 1500, выше 1500 забрался он уже. Ну, так все позитивненько на самом деле. Даже начать, наверное, стоит, да? А с Азии. Никей сегодня опять вырос больше, чем на 2,5 почти процента. И мы видели также продолжение ослабления японской иены, индикаторы китайского фондового рынка. Также в плюсе, Европа в плюсе. Что будет происходить с Америкой, мы узнаем через полчаса. В общем, все достаточно позитивненько сегодня. То же самое есть смысл обнаружить нам с вами и на сырьевых площадках. И на рынке Форекс. Снефт-марский бренд выбралось выше 115 долларов за бочку. Золото торгуется в районе 1590 за унцию. И евро-доллар сегодня тоже стремится ввысь. И сейчас немножко корректируется. В моменте был выше 1,33. Самый печальный сегодня из наборов инструментов рынка Форекс. Это парень под названием фунт. Его обидели в пятницу сильно. Некие товарищи со смешными названиями. И вот сегодня он переживает. Даже гэп-то не закрыл. Нет, нет силов. Нет силов. Ну ладно, мы собственно об этом тоже с вами вспомним. И основной набор голубых фишек отечественного рынка разнонаправлен сегодня выглядит. ГМК Нурникель лидер роста. Больше процента он прибавляет. Почти процент акции ВТБ. И полпроцента Сбербанк в минусе. Аэрофлот минус полпроцента. Роснефть минус полпроцента. Это, кстати, тоже в связи с этим мы вспомним сегодня о неких ближайших событиях, касающихся этой замечательной кампании. Ну что ж, вот такова картина масла. Итак, мы начинаем наш разговор. И давайте так, я перефразирую. Так что же все-таки сейчас волнует рынок акций? Российских или каких-то других? Меня вот, если честно, не волнует вообще ничего. Потому что осталось сколько-то, четыре дня до конца зимы. Солнце третий день вообще. Весна уже на пороге. Кстати, забавно. Первого марта, да? С одной стороны весна, а с другой стороны может произойти страшная какая-то история. Да, Леша, может произойти как-то? Ну я думаю, что эта история будет вечной. Это то же самое, что с Грецией, с Испанией, с Италией. Тягомотина будет, безусловно, идти. И, как всегда, все выйдут, те демократы-республиканцы выйдут победителями в самый последний момент. И я не думаю, что в текущей ситуации американские лидеры будут предпринимать какие-то экстренные, неординарные шаги. По той простой причине, что те сокращения государственного бюджета, которые были изначально заложены, это в первую очередь военно-промышленный комплекс, они потихоньку начинают в жизнь воплощаться. Все остальное, это вопрос времени. И опять же ситуация, которая будет на долговом и на денежном рынке. Потому что сейчас, как мы видим, есть некое оживление в различных секторах экономики США. И будут пристально следить за текущей макроэкономической ситуацией. Если ситуация на рынке недвижимости будет позволять как-то расширить сферу услуг, как-то провести какие-то, которые Барак Обама обещает, инфраструктурные проекты, то, соответственно, про секвестр бюджета можно в некотором роде будет забыть, потому что это выпадающие расходы бюджета, они будут компенсироваться через другие сектора экономики. Поэтому в данном случае интрига может быть какая? Опять же, информационный фон, на котором можно разыгрывать отличные сценарии от того, что я сейчас говорю. Но с точки зрения разума, мой сценарий тот, эта музыка будет играть вечно. То же самое, как и с Греции. Ну и же неплохо, пусть музыка будет играть вечно, да, это оптимистично очень прозвучало. Но все зависит от того, какая музыка, да, поскольку в последнее время музыка в основном носит такой невеселый характер. Жень, если можно, два слова буквально вот по поводу, да, ситуации с рейтингом Великобритании, которые Мудисы опустили на одну ступень, и ожидания по этому поводу. Фунт никак сегодня не поднялся, я вот целый день на него смотрю. Ну, ожидания были заранее, ожидания были того, что фунт несколько подкорректируется вслед за японской иеной, и Мудис, собственно говоря, оправдал ожидания спекулянтов, очень сильно им помог. Да, да, ну вот с точки зрения, да, музыки пресловутой, информационный фон, да, вечно будет информационным фоном, а в этом случае можно говорить о некой манипуляции, может быть даже, да, сознанием бедного инвестора. Как ты считаешь, Леша? Смотрите, ситуация складывается следующим образом, что в данном случае американские рынки стоят на хорях, и нужно понимать, что какой-то должен быть выход, либо это будут исторические верхи, либо это будет какая-то консолидация. Попытались ее сделать американцы, но все равно выкуп, и вновь мы обратно на 1520 вернулись. Рынок сейчас американский очень сильный. Безусловно, если подводить итоги отчетности, то ситуация складывается следующим образом. Аналитики заранее понижают прогнозы по прибылим, выходят прогнозы, ну, выходят факты, ну, и, соответственно, прогнозы либо на уровне ожидания, либо чуть лучше. Коррекции нет. Так уже происходит два года, но если посмотреть более глобально по прибыли, по выручке, то стагнация в американском секторе, в различных секторах уже на протяжении двух лет. Особенно стагнирует банковский сектор. Если полностью смотреть его структуру выручки и костов, то особенно это четко складывается там. И в данном случае, в данном случае нужно понимать, что сейчас аппетит именно к риску в американской экономике, безусловно, превалирует. И сейчас, если это интерпретировать на российский рынок акции, вот смотрите сегодня, DAX рос более чем на 2%, фьючерсы росли на 0,5%, перед открытием российский рынок опять 0,5%. Поэтому в данном случае о какой-то раз корреляции очередной можно говорить. Но сейчас единственное, что может утешать, наверное, российских инвесторов, что скоро будет начало дивидендных историй. Скоро мы будем отыгрывать возможные вот эти вот различные сценарии. Но если также консолидировать все это, я придерживаюсь точки зрения, который стою на ней уже там месяца 4-5, боковик, боковик и еще раз боковик. С января я ждал боковик 1480, мы так открылись до 1550, мы сходили повыше. И вот сейчас, конечно, я немножко радуюсь, потому что в феврале он был коррекционный, и вторая моя нога, которая была в шарте, она наконец-то дала выхлопы, и в этом месяце я обыграл индекс. Что касается марта, пока также стратегию не меняю, и конца февраля опять мы увидим волатильность, опять мы увидим какие-то потуги, либо к росту, либо к коррекции. Но опять же, из боковика мы не выйдем 1480, при, если на этой неделе Бен Бернанке и макро-статистика не будет очень хорошей, 1450. Но опять же, вот пока боковик. А ты, кстати, вторую ногу прикрыл? Вторую ногу, но вот ланги частично еще не до конца у меня закрыты, потому что до сих пор есть убыточные позиции по Газпрому, это 142, где-то 143, там средняя покупка, я жду, в любом случае буду держать, потому что 7-8 рублей Газпром в этом году обещали. Да, я прекрасно понимал, на что я иду, когда покупал вторую ногу Газпром, но вот Газпром, это та идея, пока я не буду от нее отходить. Я думаю, что к дивидендной отсечке Газпром мы в районе 150 рублей можем увидеть. Жень. Ну, здесь сложно не согласиться с тем, что боковик. Боковик продолжается уже больше года, и пока, к сожалению, не видно предпосылок к тому, чтобы мы вышли в какой-то растущий тренд. Но вот сегодня я слышал краем уха о данных ВВП в России, соответственно, темпы роста ВВП у нас очень серьезно упали. Если экономика не растет, никакого растущего тренда на рынке акций быть не может. Это аксиома. Ну, хорошо, он не может быть растущим, может быть, он развернется в другую сторону по какой-то причине. Ну, падать, к сожалению, тоже нечего, учитывая, что валютные войны, это, видимо, не пустая угроза, и деньги печатают, и их будут продолжать печатать. А другое дело, что нам этих денег практически не достается, как мы видим по притокам-оттокам капитала. В последние месяцы приток практически нулевой в Россию. Россию просто не воспринимают как объект, как место для инвестиций. Не воспринимают пока, или все-таки как-то кардинально изменится? Я думаю, что это пока может затянуться на достаточно долгий период, да, если не годы, но, по крайней мере, много месяцев. Много месяцев, да? Да. Ну, много месяцев — это год, а еще больше месяцев — это два года уже. А есть у тебя, вот, лично у тебя какие-то ощущения, что через какой-то срок, будешь даже срок несколько месяцев, ситуация может измениться, и главное, что там у виной будет? Контрольная точка, я боюсь, что это следующий президентский выбор. Все же, да? Да. Вот до этого времени, если мы сформируем какой-то серьезный восходящий тренд, ну, это будет очень удивительно. Я понял тебя. Ну что ж, контрольная точка действительно достаточно далека, мы не будем, наверное, настолько далеко загадывать. Давайте послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим разговор. Итак, продолжаем, продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, и в гостях сегодня Евгений Ишаго, глава аналитического департамента, управляющий компанией Инго Страх Инвестиции, и Алексей Рыбаков, управляющий активами инвестиционной компании Трейд Портал. Мы традиционно говорим о том, что происходит на финансовых рынках, каковы ожидания, ну, в отношении российского в принципе, и я так понимаю, ну, боковик-боковик, это что, это не позитив, это не негатив, это главное, что, да, Леша, надо диапазон боковика бы определить. Ну да, ну и плюс, конечно, искать какие-то истории, которые постреливают, если брать прошлый год, это и Уралкалия, и Роснефть, и конец этого года, начало, это Сбербанк, когда как раз я вам приходил в конце января, мы как раз Сбербанк обсуждали, но на нем можно было за этот месяц проехаться в ту или иную сторону, раза два-три точно он давал, поэтому сейчас, опять же, кроме дивидендных историй, можно поискать какие-то другие варианты, которые могут сыграть в этом году. Конечно, их очень мало, те истории, которые я вам до этого говорил, это NVIDIA, Dixie, история отыгранной ГАЛС-девелопмент, вот на эту передачу я пришел, это Газпромнефть, безусловно, бумага очень долго торгуется, 140-145, сейчас вот у нее средняя 142, это очень интересная история на российском рынке, я думаю, когда-нибудь она выстрелит, в этом году я вижу там ее 155 рублей, потенциал с фундаментальной точки зрения есть, дивидендные истории там будут разыгрываться, также мне очень нравится компания Мостатрест, видно, что бумагу, я за этой бумагой уже слежу, и она у меня есть года полтора, бумагу от 160 рублей маркетмейкеры выкупают, бумага два раза в год ходит на уровень 190 рублей, история там, безусловно, есть как с фундаментальной точки зрения, так и в перспективе с дивидендной, ну и последнее, это если так брать под дивиденды, это Таттелеком и Оргсинтез, обыкновенные префы, это там, где можно что-то подыскать, потому что все остальные бумаги, ну Сургутнефтегаз уже, его нужно было покупать в прошлом году в середине, ну вот, поэтому сейчас, конечно, на российском рынке вот прям есть определенная апатичность, и вот что-то говорить конкретно очень тяжело, также вот я бы еще выделил, наверное, Уралкалий, мне эта история нравится, тем более последние новости о том, что они заключили контракт с индийской стороной, это компенсирует часть потери с новым контрактом с Китаем, поэтому все равно они будут в рынке, и маржинальность, если у них упадет, ну максимум на полтора процентных пунктов, при той маржинальности, которая у них есть, не слишком сильно ударит по их бизнесу, поэтому Уралкалий это считающая бумага, которые можно накапливать в перспективе до мая. Ну вот, как-то так. Здорово, здорово. Жень, присоединишься к каким-то рекомендациям? С удовольствием присоединюсь, вот что все, что касается темы Татарстана, Оргсинтез, Нижнекамск, Нефтехим, мне очень нравится, там действительно могут быть, ну точнее должны быть хорошие дивиденды, вот, реестры у них закрываются уже вот-вот, вот, что касается Таттелекома, здесь вопрос открытый, дивиденды там не очень большие, как правило, если не ошибаюсь, в прошлом году они копейку заплатили, то есть это там в районе 5-7 процентов, то есть подобная дивидендная доходность можно получить и на голубых фишках. Вот, что касается Моста Треста, но очень спорная компания, там тоже, получается, не самые высокие дивиденды, вот, и в строительстве, наверное, если покопаться там в совсем глубоких эшелонах, можно найти даже что-то поинтереснее. Для этого опять надо покопаться, да? Сейчас ситуация, к сожалению, такова, чтобы что-то найти, нужно очень-очень сильно копаться, буквально совковой лопатой, потому что идеи, идеи крайне мало, они, как правило, все известны, и найти неизвестную хорошую идею, но крайне сложно. Вот, что бы я еще отметил, это то, что госкомпании заплатят 25 процентов от прибыли в качестве дивидендов, и, наверное, могут серьезно вырасти дивиденды по, допустим, сетевым компаниям. Вот, другое дело, что сам год по себе для сетевых компаний был не самым лучшим, тарифы им обрезали. Но, с другой стороны, следующий год будет для них лучше, если они начнут платить 25 процентов от прибыли, ну, наверное, это будет потенциально неплохая дивидендная история. Вот. Я понял, я понял, хорошо. Ну, если только добавить прям к краям, единственное, из этих компаний, из наших инфраструктурных секторов электроэнергетики, ну, как раз я полностью соглашаюсь, это можно выделить МАЭСК и МОСЭНЕРГО, потому что Росгидры, постоянно непонятные истории, ФСК и ЕС, это та бумага, которая чуть имеет большую бета по отношению к рынку, так она и будет с ней вместе ходить. Ну, остальные бумаги, это, опять же, второй, третий эшелон, где нужно понимать, в какие истории ты играешь, где очень низкая ликвидность, и где ты должен будешь терпеть ради, там, 40 процентов, вполне себе, возможно, 20 процентов просадку. И она может быть за один день. Потому что оборотов сейчас нет, и может так получиться, что продать бумагу будет некому, как в том анекдоте. Это да. Это неприятный анекдот, и мне понравилась Женина ассоциация, или предложение, да, запастись совковой лопатой, чтобы все это дело разгребать. Что-то это очень напоминает. Если не возражаете, тем не менее, вот, все-таки по фишкам, может быть, есть какие-то, так сказать, мнения? По глупым. Да, вообще не трогаем. Я говорил про МТС. Вот как раз эта бумага очень хорошо ходит 20-рублевыми диапазонами достаточно давно. Сейчас бумага 265. Если мне память не изменяет, исторически верхи у нее в районе, там, 285, что-то вроде около 300 рублей. Ну, я говорил по МТС. Это кубышка АФК-системы. Постепенно оттуда будут под новые проекты Евтушенкова забираться тем или иным способом, видя в том числе и дивидендов деньги. Поэтому сейчас, если мы говорим про МТС, я бы не покупал эту бумагу под дивиденды, потому что можно купить тот же Лукойл, который в этом году выплатит там 100 рублей, и спать спокойно в МТС. Какие-то интриги возможны, в том числе и как раз по ее показателям, потому что МТС – это та компания, которая уже растет на 2-3% в год по всем показателям, в отличие от Мегафона. Мегафон сейчас, по моему мнению, стоит очень дорого. Кто заработал, тот заработал. Сейчас, но и в эту бумагу лучше не заходить. С точки зрения Сбербанка, здесь опять, это как рынок пойдет. Если смотреть другие фишки, по Роснефти больше интриг пока нет. По моей информации пока никаких не ожидается, поэтому Роснефть также будет чуть хуже рынка. Ничего пока там интересного не стоит ожидать. Под дивиденды там тоже непонятная история. Норникель в жизни не торговал. Если в этом году выполнит обещание по дивидендам, тогда, наверное, я к этой бумаге наконец-то присмотрюсь. Поэтому вот если так вот сейчас смотреть, то проще этими бумагами там торговать вместе с рынком и не искать каких-то именно таких глобальных идей, потому что сейчас их не может быть. Их нет, да. Потому что когда я уходил, время было 4 часа утра, и обороты я увидел 16 миллиардов, мне захотелось две вещи сделать. Улыбнуться и потом уже заплакать. Подожди, а куда ты уходил в 4 часа утра? В 4 часа вечер. Думаю, что я заранее к вам поехал. Нет, нет. Ты сказал в 4 часа утра. А, простите. Это оговорка по Фрейду, да. Это забавная у тебя торговая сессия, да? Жень, добавишь что-то? И у меня еще вопрос, собственно, и к тебе, и к тебе. По банковскому сектору, вот, по крайней мере, и у наших слушателей есть уже эти вопросы. Что же знать от Сбербанка и от ВТБ, вот, как минимум. Ну, давай тебе добавлю, что касается МТС, допустим, здесь сложно не согласиться. МТС, наверное, на нем нужно было пытаться заработать раньше. Сейчас, наверное, уже нужно искать точки выхода из этой бумаги. Что касается Никеля, ну, если они выполнят все договоренности, может получиться интересная дивидендная история. Вот, посмотрим, как будет в этом году. Что еще здесь можно добавить по фишкам? Ну, давайте вот банковский сектор. Банковский сектор. Банковский сектор, есть у банковского сектора такая особенность, он очень быстро рос последние два года. очень быстро наращивали в банке портфель кредитов. Сейчас темпы роста определенно снизятся. Этому ЦБ всячески способствует, в частности, повышая норму резервирования. Если темпы роста кредитного портфеля потеряются, начнет быстро расти просрочка. То есть она в отношении темпов роста кредитного портфеля уже будет играть какую-то значимую роль. И по банковскому сектору, для банковского сектора это будет не самым лучшим моментом. Ну, в связи с этим, да, что вы смотрите? Ну, в частности, на ВТБ как-то. Все просто, давайте быстро по банковскому сектору. Нет, ну, торопиться нам некуда. Банк Санкт-Петербург. Кто в нем сидит? Портфельщики, ПИФ. Два года банк не показывает хороших результатов. Дивиденды там можно искать, но, опять же, вполне себе вероятно, как может постепенно с МДМом закончится история с банком Санкт-Петербурга. Он не уйдет с биржи. Просто это та история, которая уже не отыгрывается. Возрождение. Здесь очень своеобразный бизнес. Акционеры очень консервативные. Бизнес, ну, так скажем, стагнирует с точки по отношению именно к рынку и к темпам роста. Поэтому в Возрождении можно искать дивиденды. Но, опять же, глобальных идей нет. Проще на ВТБ поиграть. Ну, а ВТБ я по этой бумаге терпел, скажу честно, терпел убытки. Но мне повезло, что в ведомостях написали очень хорошую статью, что фонд катарский выходит. За два дня бумага выстрелила на 7%. И спасибо, конечно, да. Спасибо им, можно сказать, за это. В ВТБ ничего не вижу глобально позитивного, кроме их СПО. Если действительно они договорятся, если найдут людей, которые будут готовы инвестировать, если дадут какие-то некие договоренности по поддержке бумаги, которые, конечно, мы не узнаем, то, безусловно, ВТБ могут подтянуть 6-6,5 копеек. Ну, а так глобально. Ну, понимаете, в ВТБ два раза люди обожглись. Первый раз народное IPO, а второй раз, когда якорные инвесторы по 9 с чем-то копеек заходили. Там, по-моему, 9,6 было СПО. Поэтому сейчас прийти и сказать, ребят, ну, вот по 6 сейчас они скажут, ну, а почему в 2008 было и по 2 копейки. Поэтому, ну, это, конечно, все. Я немножко утрирую, но, безусловно, в ВТБ пока не та идея, проще в Сбербанк играть. Там хотя бы еще темпы роста бизнеса сохраняются, темпы роста прибыли. По моему мнению, из-за того, что у них расходы достаточно быстро растут по отношению к доходам, в этом году они покажут либо результат 2012 года, либо чуть хуже. Вот. Ну, а из остальных бумаг... Ну, давай Сбербанк все-таки, да? Ты вот сам говоришь, что ты в разные стороны, тем более, да, по нему ходишь. Вот как долго этот боковик продолжится и выше 110 мы увидим в ближайшем? Ну, смотрите, как раз это можно будет посмотреть в конце месяца, в начале марта, мы узнаем прибыль их по РСБУ за февраль, и тогда можно будет приблизительно понимать, как раз, что будет с этой бумагой. Но, опять же, Сбербанк – это бета российского фондового рынка. Леша, я понял, мы слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем, продолжаем. В эфире «Сухой остаток». Я, Олег Дмитриев, в гостях Евгений Шаго, глава аналитического департамента, управляющий компанией «Гострах инвестиций» и Алексей Рыбаков, управляющий активной инвестиционной компанией «Трейд Портал». Кстати, ну, несколько сместился, да, наш сценарий, что называется. Мы, как правило, рекомендации, да, обычно даем второй части. Но ничего страшного, я думаю, в этом смысле не случилось. Сейчас время отвечать на вопросы, ну, и потом, если позволите, мы опять несколько более широко посмотрим на текущие события происходящие, потому что мне хотелось бы услышать два слова вашего взгляда, да, на ситуацию в Японии. Вот, скоро выборы главы Центробанка, и в связи с этим какие-то ожидания у спекулянтов валютных, по крайней мере, уж очень позитивные. Дальше сегодня, ну, видимо, чуть позже уже, и мы, наверное, не успеем это обсудить сегодня, будут итоги выборов в Италии, да, что там происходит, тоже очень любопытно. Вот, ну, а остальное тогда на завтра. Давайте начнем. Есть у нас вопросы, и вот такой, вот такой от Юрия. Уважаемые аналитики, может, причина такого плохого поведения наших рынков в последнее время связана с тем, что российские чиновники обладают информацией, что будет принят закон, запрещающий им владеть акции, и они их усиленно продавали. Вот такой взгляд на вещи. Ну, пока, насколько я понимаю, закон такого не предполагается. Более того, если речь идет, то речь идет об акциях зарубежных компаний, а российских, российскими акциями... То есть, чтобы не было собственности никакой за рубежом, да, об этом речь? Именно так. Российскими акциями как раз владеть никто не запрещает, поэтому... Вряд ли это причина. Вряд ли это причина, и вряд ли у них такое количество акций, чтобы валить рынок. Да. Ну, здесь можно только добавить одно, что... Хотя все-таки наши чиновники уважаемые... Мы живем в прекрасной стране под названием Россия. И, к счастью или к сожалению, здесь есть столько схем различных владений акциями, когда человек сидит в реестре как акционер, а по факту он только продает бумаги. Поэтому в данном случае, даже если это будет закон примен, мы никогда не узнаем, кто по факту владеет этим бумагам, потому что, опять же, в России есть очень много различных вариантов, как можно владеть акциями, чтобы об этом никто не узнал. Ну, да. Ну, это позитивно прозвучало вообще, да? Да, я прям со всей душой... Я горжусь, да? Я горжусь. Так, еще один вопрос. Уважаемые эксперты, как вы можете прокомментировать резко возросший, резко возросший оборот торговли акций ТГК-14, что случилось? ТГК-14, это самая маленькая и самая, наверное, проблемная. Ну, может, не самая проблемная из ТГК-шек. Она крайне неликвидная, и этим пользуются часто спекулянты, порой устраивая вынос там на несколько десятков процентов в день. Соответственно, ничего другого я здесь не вижу. То есть такая какая-то узкоспекулятивная история, да? Узкоспекулятивная история, а ты... Понятно. Еще один вопрос от Андрея. Добрый день. Как, на ваш взгляд, дивиденд на истории ГМК? Ну, это мы обсудили. И Мечелла. Мечелл в качестве дивиденд... Ты обещал какую-то интересную историю, скажи. Мечелл в качестве дивиденд на истории на этот год рассматривать вообще не стоит. Просто не с чего будет платить дивиденды, даже, боюсь, по привилегированным акциям. Хотя они обещают по привилегированным честно платить, сколько обещали. 20%, по-моему, от USGAP. Проблема в том, что прибыли по USGAP, наверное, не будет. Платить, соответственно, будет ни с чего. То есть эта история вычеркиваемая, да? Никакой дивиденд на истории. Никакой дивиденд на истории. Более того, там такой колоссальный долг на компании, что непонятно, что с ней в итоге будет на горизонте там нескольких лет. Я понял. Ну, не надо так печально в любом случае. У меня облигации Мечила, я когда вижу доходность, это единственное, что может радовать. Пока купонные доходы приходят, поживем и видим. Ну, вот это последние несколько месяцев я наблюдал в Мечиле, но исключая, наверное, вот этот год, последние несколько месяцев прошлого года, что доходность по облигации Мечила только росла. Нормально. Так, и, Леша, я вернусь. Мы не договорили о Сбербанке, да? И вот твое видение этой истории на ближайшую перспективу. Я говорил, что, и причем я добавлю, что все-таки прибыль, конечная прибыль Сбербанка, ПРСБО, она в данном случае не совсем будет репрезентативна. Нужно понимать, что сейчас Сбербанк отрисовал, если мы возьмем классический теханализ, двойную вершину. Там были очень хорошие обороты, больше 20 миллиардов в день. Ну, так называемая дистрибьюция произошла, если от некоторых адептов теханализа мы возьмем. Действительно, по моему мнению, может быть тройная вершина, потому что видно, что эту бумагу тянули наверх, тянули очень долго. И сейчас, по моему мнению, я бы смотрел глобально по Сбербанку ниже, 98-102. Но, опять же, для этого нужны определенные предпосылки. Коррекция на рынке нефти, коррекция на американских площадках и, возможно, на европейских. Без этих историй Сбербанк 110-105. Пока вот так. Может быть 102. Потому что очень часто так бывает, когда бумагу заходят в боковик, и постепенно уже остатки допродают. Когда спрос и предложение меняются, и когда уже все понимают, что никаких интересных интриг не бывает. И потом бумага начинает медленно сползать, как было с уралкалием, как и сейчас происходит с Роснефтью. Мы зашли на 275, два раза пытались поторговаться, в итоге сейчас медленно спускаемся, и как раз эта бумага хуже рынка. То же самое можно отметить произошло в Татнефти, которое я вот говорил, можно присматриваться к шарту. Очень долго бумага ходила 220-225 рублей, сейчас на 212 находится. Но я думаю, мы ее ближе к дивидендной отсечке увидим повыше, по той простой причине, что там есть глобальная идея, что Татнефть заплатит наконец-то рекордные дивиденды в этом году. Но опять же, это все на уровне слухов, ну, лучше работать по факту. Сейчас эта бумага с точки зрения риск доходной сделки, я бы не рассматривал с точки зрения именно такого глобального ланга, для того, чтобы заработать на дивиденды. По мне, проще Лукоил купить. Бумага более прозрачная, да, у нее запас хода минимальный, но там есть дивиденды, и лучше в эту историю сыграть. Там есть такой нюанс, что Лукоил, в отличие от Татнефти, часть дивидендов уже выплатил. Они перешли на выплату 2 раза в год дивидендов. Но в этом году они обещали 100 рублей, и как раз вот мы увидим. Но как они уже заплатят, это уже вопрос. То есть половину они уже отдали, осталась еще одна половина. Ну, тоже неплохо. 50 рублей, все, тоже деньги. Кстати, я возвращаюсь к рассказу Леши по поводу Сбербанка, технического анализа, по крайней мере. И двойная, и тройная вершина, это ведь фигуры разворотные. Ну да. В этом случае как раз вот то, что цифры там в районе 98, сколько там, 95, да? Ну, опять же, без каких-то триггеров извне это будет очень тяжело сделать, потому что вот как раз определенная апатичность на рынке есть, и вот верхи не хотят, не за не могут. И у нас даже коррекция-то такой хорошая не происходит. И растем очень специфически. Потому что у нас, если даже прошлый год брать, как раз полностью соглашусь с коллегой, боковик у нас очень своеобразный. Отстреливаются отдельные истории, другие бумаги постепенно подтягиваются. И вот опять же, как раз в этом году, по моему мнению, мы показали очень хорошие результаты. Если можно было на этом заработать, именно на росте, то можно было заработать. Потому что 1560 пунктов по индексу ММВБ, если мы включим туда Газпром с его капитализацией, если мы бы включили Уралкали хотя бы на уровне 240, который он был в прошлом году, то сейчас бы индекс был в районе 1600, 1620, все бы дружно сказали, ну все, все хватит, все все заработали. И давайте уже будем внимание на секвестр бюджета, на политические какие-то ситуации в еврозоне, ну и выборы, которые будут у нас в Германии, по-моему, в сентябре, если мне память не изменяет. Когда у нас выборы в Германии? Я боюсь, что мне тоже изменят. Ну не ладно, ладно, вы будете сейчас в изменах своих признаваться, это никому не интересно. Я тем не менее хотел бы предложить поговорить о триггерах, действительно. Мы говорим о внутренних историях, мы ищем дивидендные какие-то вещи, там второй, третий эшелон. Но прекрасно все понимаем, что если из-за бугра придет какая-то идея, отрицательная тем более, негативная, то все эти сразу идеи растворятся. На самом деле вот эти все идеи из-за бугра, они совершенно не влияют на второй, третий эшелон. То есть там гораздо важнее локальная идея, в чем его и прелесть. Вот, все эти идеи из-за бугра, они влияют в основном на голубые фишки и на позицию спекулянтов. Сейчас мы прекрасно рассмотрели Сбербанк с точки зрения спекулянта, а вот с точки зрения инвестора, я могу сказать, что альтернативы Сбербанку по сути нет на рынке. То есть есть банки, которые растут быстрее, Сбербанк, розничные так называемые банки, ну там Русский Стандарт, Хоум Кредит и так далее, но они не торгуются просто на рынке. Сбербанк – это банк, который имеет минимальную стоимость фондирования, представлен во всех секторах, активно работает с розницей. То есть по сути этому банку альтернативы нет. ВТБ – масса корпоративных кредитов, которые непонятно какого качества в итоге. И чем в итоге они закончатся, эти кредиты? Заплатят по ним, не заплатят. Они низкодоходные и попросту заставляют большую долю портфеля банка. Что касается мелких банков, у них просто намного выше стоимость фондирования. Ну смотри, другими словами, ты вот сам же начал с того, что второй, третий эшелон меньше на конъюнктуру какую-то внешнюю реагирует. У него там свои собственные идеи. Свои собственные идеи совершенно. А Сбербанк – это наше все. Нет, в банковском секторе боюсь, что Сбербанк выигрышнее смотрится, чем второй, третий эшелонный порядок. Если брать другие сектора, ну там химию, нефтехимию, там, конечно, можно найти идеи во втором эшелоне интересные. Ну, я опять к тому, что если придет, да, откуда не ждали, что называется. Если придет, откуда не ждали, то дадут по Сбербанку в первую очередь. В первую очередь там три дела. Я отвлекусь немного. В 1842 в Москве открылись американцы, открылись позитивно. СНП предбавляет полпроцента. Выше 1525 он торгуется. До Джонс – 0,3%. В общем, все весело, все зелено. Я вам хочу сказать, все весело, все зелено. Хорошо. Значит, два слова буквально. Осталось у нас еще время до новостей. Значит, что по поводу, да, по поводу еврозоны. Какие, на ваш взгляд, да, ближайшие события? Ну, бог с ними, там, макроэкономикой. Сейчас мы это обсуждать не будем. Вообще, вот взгляд. Вот я читаю ленту новостей. Греция и экономика страны остаются в состоянии рецензии в 2013 году, да, уже который год подряд. Потом чуть ниже спускаюсь. Значит, Франция и Германия призвали Кипр поспешить начать переговоры по поводу получения международной финансовой помощи. Надо же читать российские новости завтра. Да, безусловно, безусловно. Ну да ладно, все-таки Греция и Кипр, да, это еще не самые страшные. А вот что будет сейчас у нас в Италии, в Испании и так далее? В Италии там все боятся того, что придет к власти Берлускони снова и откажется от секвестров. Ну, такая есть опасность, да? Есть такая опасность, соответственно, он увеличит расходы и у Италии опять будет проблема, возможно, с погашением обязательств. Ну вот вам и... Ну, я за другую кандидатуру переживаю. За какую? Есть там очень интересный, по-моему, комик какой-то или публичный человек. Ну да, была такая... Он предлагает выйти из зоны евро, конечно. Это было бы очень интересно для рынков, если бы он победил и как раз попробовал хотя бы воплотить эту мечту. Сейчас время комиков, видимо, да? Да. Ну поэтому, нет, на самом деле я полностью согласен, но у Берлускони очень мало шансов. Я, если посмотреть там экзит-полы, предвыборные какие-то различные опросы, то вряд ли Берлускони пройдет, потому что слишком много он уже хорошего для Италии сделал. И нужно понимать, что... Хорошо в кавычках, да? Конечно, конечно, конечно. Я думаю, что все прекрасно знают, чем он запомнился. Вот. И в данном случае нужно понимать, что еврозона это единое целое. Пока Германии нужна еврозона, пока она с нее что-то имеет, еврозона будет. Что будет дальше, очень тяжело говорить. Самое сложное в еврозоне, это как раз финансовая система, которая полностью сосредоточена теперь в руках ЕЦБ, и от него все зависит. То есть долговые рынки, денежные рынки, они полностью стали наподобие американских площадок, то есть они подконтрольны. И сейчас, и сейчас, конечно, я бы Италию и Испанию рассматривал как вот такой же некий балласт, который постепенно будет в еврозону как бы проходить, как и Греция. Да, там не будет такой рецессии, но из-за того, что есть определенные мандаты, из-за того, что нужно сокращать расходы, они будут это постепенно делать для того, чтобы понимать, что если рано или поздно, ЕЦБ придет своими фондами и поможет всем. Сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, последние, последние 12 минут сегодняшнего эфира. Последние, так страшно, как-то я сказал. Ничего страшного, завтра будет следующий эфир. Жизнь-то продолжает. Дальше, что мы переживаем каждый раз. Финамички используют слово крайний. А здесь, кстати, тоже может быть разночтение краев-то два. Обычно, да, я в очередь, когда подходишь в очередь, кто крайний, начинают знатоки русского языка. Вы неправильно формулируете вопрос, краев-то два, кто последний, ну и так далее. Ну да ладно, действительно осталось 12 минут. Давайте мы их посвятим тому, что, ну, по крайней мере, будем продолжать отвечать на вопросы и поговорим о валютном рынке. Начнем, видимо, да, с рубля или с евро-доллара. Откуда лучше? Откуда лучше? Значит, ну, давайте я техническую картину в паре доллар-рубль, по крайней мере, озвучу. Значит, весь январь-февраль у нас получается, да, ну, практически два месяца торговались мы между 30 и 30-20. Выскочили мы в четверг на прошлой неделе. Над, и сейчас 30-20 это поддержка, вот, 32-30-50. Такая вот техническая картинка, насколько долго мы там в нем стоим в диапазоне. В середине марта, ой, в середине... Ты как знаток боковиков. Да, вот как раз таки вы... Да, везде боковики. Да, вы хотите, вы можете меня здесь, конечно, подколоть, но 29-80 сделали красиво. Нижние границы и развернулись. Я ее не озвучил, потому что, ну, укололи в нее, поэтому 30 все-таки как-то надежнее. Хорошо, пускай будет 30, там плюс-минус лапать это не важно. Конечно, так. Вот, да, в данном случае я, опять же, придерживаюсь точки зрения, что сейчас пока у нас есть окончание налогового периода, пока есть аппетит к резку на товарном рынке, рубль может еще дальше укрепиться, но, опять же, потенциал роста рубля ограничен. Вот, 29-80, ну, при супер каких-то позитивных новостях, которых вот я даже не знаю, что может произойти, 29-50. Оттуда уже нужно будет смотреть, это будет прекрасная точка, глобальная такая идея, чтобы сыграть против рубля. А сейчас, опять же, нужно быть очень аккуратным, потому что вот мы находимся в той фазе, когда тот растущий тренд по отношению к рублю, который начался с прошлого июня, он постепенно начинает сламываться. И вот как раз вот здесь, здесь либо ты стоешь и понимаешь глобально всю ту идею, которая может разворачиваться, либо ты просто уменьшаешь таймфрейм и уже работаешь как раз с точки зрения поведения товарных рынков по отношению к рублю, потому что сегодня весь рост российского рубля, он был с точки зрения роста нефтяных котировок. Ну, безусловно, я сейчас играю в капитана очевидность, но вот именно сегодня это был очередной показательный момент. Поэтому сейчас мы находимся в середине бивалютного корзины ЦБ, ожидать от него каких-то интервенций я бы не ждал. Он периодически их проводит, объемы там просто крошечные с точки зрения приходов на наш рынок. Вот, по-моему, последний отчет там зафиксировал на долговой рынок, 100 миллионов долларов. Поэтому сейчас, безусловно, российский рынок облигаций пользуется спросом, это опять же будет поддерживать наш рубль. Но вот я говорю, что глобально, если дадут еще раз 29,80, 29,50, это прекрасная идея, купить себе доллар и забыть про рубль. Ну, я в том смысле, что... Глобально ты идея и забыть про рубль, и забыться. Купить доллар и забыться. Все. Жень. Это вступление такое. Серьезный подход, я так же хочу сказать. Что касается рубль-доллар, наверное, здесь пока предпочтительнее рубль, просто потому, что ситуация с нефтью благоприятная для рубля, и есть некая тенденция все-таки к укреплению рубля. Большого оттока капитала мы сейчас не наблюдаем, который мог бы эти высокие цены на нефть компенсировать. И если так все будет продолжаться, наверное, рубль будет потихоньку-потихоньку укрепляться. Вот потенциал, и здесь я соглашусь с коллегой, он очень ограничен, это укрепление. И более того, ЦБ в последнее время проводит какие-то очень аккуратные интервенции. То есть, если... Ну, аккуратные настолько, что их даже незаметно, да? Они заметны по статистике, то есть, это очень небольшие суммы, но то, что он покупает доллары, это факт. И это говорит о том, что при текущих внешних параметрах, ценах на нефть, оттоки капитала, ЦБ, наверное, рубль дальше укрепляться не пустит. Чтобы рубль сильно дальше укреплялся, чтобы ЦБ переставил свой бит куда-то, должны существенно измениться какие-то параметры входные. То есть, цена на нефть должна перейти в другой диапазон, либо отток капитала у нас должен прекратиться совсем, или начаться приток наоборот. То есть, должно что-то произойти, чтобы рубль дальше укреплялся. Я понял. Сейчас ты пока этого не видишь, да? Сейчас я этого пока не вижу. И более того, есть шанс, что ситуация изменится в неблагоприятную сторону для рубля. Ну, вот, собственно, о чем говорил Леша, да? Давайте немножко отвлечемся от валютного рынка. Юрий сегодня задает уже, да, очередной вопрос. Причем, Юрий, как и многих из наших коллег, волнует глобальные идеи. Вот, в частности, он переживает по поводу, ну, так мягко сказать, несовершенства нашего отечественного фондового рынка. Итак, вопрос от Юрия. Уважаемые эксперты, может, чтобы наш рынок стал цивилизованным, надо запретить проводить дополнительные эмиссии акций компаниям, а то все превращается в простое нарезание бумаги. Спасибо. Ну, с точки зрения теории, если мы возьмем доп. эмиссию, это не совсем плохо. Да, можно говорить о том, что размываются доли акционеров и все остальное, но это не совсем плохо, и если искать причину только в этом, ну, это нужно будет, там, совсем поверхностно смотреть на вещи. То есть, другими словами, если запретить это, наш рынок не станет от этого цивилизованным. Кто от этого выигрывает? Совершенно верно. Никто от этого не выигрывает. Поэтому, если компания интересна, если есть инвесторы, которые понимают потребность и то, что там бизнес растущий, все интересно, в этой компании все интересно, то почему бы ей капитал не привлечь так? Посмотрите сейчас на рынок облигаций. Посмотрите, как хорошие, классные эмитенты снижают постоянно ориентиры доходности. Два выходила в январе-феврале, две компании на рынок из реального сектора экономик, по-моему, Трансконтейнер, два раза снижали ориентиры. В итоге разместились там под ставку 8, длинные деньги под 8. Компания из реального сектора там 8,25, а вот честно, там вот плюс-минус 0,25. И сейчас вот выходит банк «Русский стандарт», если раньше они выходили под 12, то теперь у них уже ставочка 9,5. И это опять же для русского стандарта, у которого маржинальность достаточно высока. Привлечь такие длинные деньги под такую ставку – это огромный успех. Причем «Русский стандарт», я считаю, это, наверное, один из заталонных банков, который присутствует на нашем долговом рынке, который прекрасно платит дивиденды, у которого прекрасная бизнес-модель. И в данном случае как раз искать причину только в доп. эмиссии я бы не стал, потому что как раз это просто один из способов привлечить дополнительный капитал. Если будет делать «Газпром» доп. эмиссию, это одно, а если будет делать, ну, компания, давайте какую-то там эффективную компанию возьмем, ну, давайте тот же «Уралкали», который там банды определенные выпустил. Он так привлек капитал у китайцев. Поэтому в данном случае как раз нужно понимать, каким образом и какая компания привлекает так капитал дополнительный. Спасибо, Леша. Здесь, наверное, не проблема в доп. эмиссии, а проблема в том, чтобы она размещалась на рыночных условиях, то есть по рыночным ценам, потому что если доп. эмиссия размещается за копейки, то это действительно способ как-либо обмануть миноритарных акционеров. Если она размещается по рыночной цене, ничего в этом плохого нет. Спасибо за ответ. Вернемся на валютный рынок, ну и теперь на глобальный, если не возражаете, на рынок Форекс, в частности, о перспективах пары евро-доллар. Опять озвучу. На прошлой неделе мы видели, ну если брать дневной график, да, пробой восходящей линии тренда. Обнаружил поддержку евро-доллар в районе 31.70. Кстати, это максимумы сентября прошлого года. Помните, да, после объявления программы количественных смягчений мы три дня подряд росли на этой идее, а потом начали корректироваться. Вот сейчас упали, собственно, этот уровень. Теперь уже с другой стороны. И подрастает сегодня евро-доллар, но, видимо, стремясь протестировать пробитую линию тренда. Это я такую картинку нарисовал технического анализа. А фундаментально, Леша, чего ждать вообще от евро-доллара, на твой взгляд? Боковик. 1.21, 1.36. Нет, но на самом деле... Леша, ты смешной. 21.36, это 1500 пунктов. Безусловно. Даже за боковик-то. Нет, но если мы говорим глобально, потому что сейчас потенциал движения каких-либо валют, отношения друг к другу, он очень ограничен. Да, безусловно, мы будем видеть всплески в той или иной валютной паре. Но если говорить глобально, доллар, евро, то сейчас как раз приходит постепенная пара доллара активизироваться. И до конца мая, я думаю, что 1.27, 1.28 мы увидим по паре, если не ниже. И сейчас нужно понимать, что последние данные по еврозоне как раз говорят о том, что то укрепление евро, которое мы видели, оно не совсем хорошо. Безусловно, есть лаг во времени. И вот эта вот статистика, которая будет выходить за февраль, когда евро показывало максимальное значение, я думаю, что мартовскую статистику, которую мы увидим по еврозоне, а именно по торговому балансу, она будет не очень, скажем так, положительная для еврозоны. Поэтому в данном случае вот эти вот качели мы увидим. Как я говорил, как работают наши теперь мировые центральные банки. ФРС, ЕЦБ, банки Японии, банк Англии, ФРС, ЕЦБ. Поэтому сейчас как раз... Перетягивание каната. Вот, перетягивание каната. И сейчас как раз очередь индекса доллара расти по отношению к другим валютам. И я думаю, что аппетит к риску несколько должен поубавиться. Но, опять же, по рынку акций, по американскому, я бы не стал сейчас какие-то связи искать. Если до боли укрепляться доллар, не факт, что аппетит к риску к американскому рынку акций вот как-то упадет. Там очень сложная ситуация. Это такая раскорреляция глобальная. Ну, вообще сейчас рынки очень стали своеобразными, мягко скажем. Они давно ими были. Но сейчас, конечно, если смотреть на индекс РОРО, который отслеживает глобальные корреляции среди основных различных инструментов торговых, то сейчас он, например, составляет 0,42. То есть корреляция сейчас опосредственная между основными какими-то движениями на рынке. И то же самое даже касаемо коррекции. Все скорректировались. Американцы всего на 20 пунктов. Даже тот же DAX скорректировался неплохо. Я понял тебя, Жей. Что касается евро-доллара, здесь, конечно, евро должен немножко ослабнуть, потому что близко к 1,40 было значение. Это очень-очень неприятно для европейской экономики, которая в рецессии. И в рецессию ушла, по-моему, на долгое. И в ближайшие месяцы там останется. Евро просто необходимо ослабить с этой точки зрения. То есть ЕЦБ сам может что-то предпринимать? ЕЦБ может что-то предпринимать, но тут надо понимать, что у ЕЦБ гораздо меньше возможностей для этого, нежели чем у ФРС. ФРС давно и стабильно печатает доллары. ЕЦБ, к сожалению, так поступать не может. Он должен использовать другие механизмы, но ему надо что-то делать, потому что такой высокий евро, это очень негативно сказывается на всей экономике. Я понял. Хорошо. Спасибо вам огромное. У нас время заканчивается. Значит, еще раз я представлю Евгений Шагу, глава аналитического департамента, управляющего компанией «Нинконстрах инвестиций», и Алексей Рыбаков, управляющий активной инвестиционной компанией «Трейд Портал». Вы были сегодня в гостях. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Завтра мы встретимся в это же время. Успехов на рынке. До свидания. Продолжение следует...